Журналистам городских средств массовой информации был представлен шкаф управления наружным освещением Магнитогорска. Использование таких шкафов упрощает работу операторов диспетчерской службы муниципального предприятия Горэлектросеть. Подробности в сюжете. Автоматическую систему управления наружным освещением Политэр начали внедрять в Магнитогорске в 2012 году. Очередной 238-й по счету блок, установленный в районе дома номер 22 по улице Ленинградской, упростит операторам Горэлектросети управление наружным освещением на отрезке улицы Ленинградской от Советской до Октябрьской. Возможности этого шкафа достаточно широки. Во-первых, это дистанционное управление наружным освещением, местное управление непосредственно отсюда. Далее отключение аварийное наружное освещение при коротких замыканиях в ливне. В этом случае отрабатывает защита. Далее оператор на автоматизированном рабочем месте видит состояние шкафа на данную минуту, то есть включен он, выключен ли он, какие возможны аварийные отключения на этом шкафе. Также оператор Горэлектросети сможет отключать линии наружного освещения пофазно. Часть этих шкафов оборудована блоками передачи данных. Если уличные светильники оборудуют электронной пускорегулирующей аппаратурой с возможностью передачи данных на шкаф управления, то оператор диспетчерской службы сможет контролировать состояние ламп, регулировать световой поток. Появится возможность планировать работы по текущему ремонту линии наружного освещения и замене ламп. Пока это вопрос ближайшего будущего, но уже сегодня ведутся переговоры с производителями оборудования. Определяются участки на улицах Магнитогорска, где будет установлена опытная партия электронной пускорегулирующей аппаратуры на светильниках с возможностью передачи данных на шкаф управления. Просчитав экономический эффект от внедрения новинки, специалисты примут решение о ее приобретении. Применение новых технологий контроля и управления в системах уличного освещения позволяет достичь снижения потребления энергии и эксплуатационных затрат. Татьяна Зайцева, Василий Бабердин, телекомпания ТВИН.